Сегодня речь пойдет про хроматические многочлены в разных их видах. И, в общем, сегодня будет немножко похоже на то, что было в прошлый раз. И сегодня будет такая немножко, может быть, техничная лекция. Мы много всего будем доказывать аккуратно, так что следите за руками, ищите ошибки. А завтра, может быть, я буду больше, меньше буду доказывать всего, больше что-то такого рассказывать. Но посмотрим, как пойдет. Что я успею, посмотрим. Хорошо. Значит, давайте начнем просто с хроматического многочлена. Хроматический многочлен графа. А кто-нибудь знает, что это такое? Слышал? Ну, хорошо. Сейчас узнаем. Значит, давайте начнем даже не с хроматического многочлена, а вот что такое хроматическое число. Вы слышали когда-нибудь? И что это? Сколько цветов нужно, чтобы покрасить? Да, да. Но только действительно. Да, вершины графа. Да, причем хочется, чтобы две соседние вершины были покрашены в разные цвета. Правильная раскраска. То есть хроматическое число, хроматическое число графа – это минимальное число, минимальное количество цветов, в которое можно покрасить вершины графа, да, в которое можно покрасить… Можно покрасить… Господи, очень длинно. Вершины графа покрасить вершины графа так, чтобы любые две вершины, соединенные ребром, были покрашены в разные цвета. Да, да, так чтобы… Давайте я скажу по-другому, хроматическое, минимальное число, в которое можно правильно раскрасить… Правильно… Я вставлю тут слово правильно, покрасить вершины графа. А правильно… Это вот так, как я сказал, что если есть две вершины, соединенные ребром, то они покрашены в разные цвета. А вы знаете, чему равно хроматическое число? Да… Ну, минимальное число 4, если… Я тут сказал минимальное число… Действительно, давайте считать, что сегодня у нас все графы будут планарными… Да, мы… Давайте считать, что граф… Граф – это у нас… Граф – это… Планарный граф, то есть граф, который можно нарисовать на плоскости или на сфере. Граф на плоскости… А понятно, что это такое, что можно нарисовать на плоскости? Без совести… Ну да… То есть, можете ли вы… Ну, вот тут вот в чем вопрос, что мы… Любой ли граф можно так… Такой вопрос… Вопрос… Любой ли граф можно так нарисовать на плоскости, чтобы его ребра пересекались только в вершинах? Не любой… Не любой, да? Это очевидно, да? Не очень, но… Ну какой-нибудь пример, давайте придумаем какой-нибудь пример графа, который… К5… Ну да… Есть, например, такой граф К3-3… Но это, правда, еще надо доказывать… Но… Но действительно утверждается, что… Это такой граф… У нас есть три вершины здесь, три вершины здесь… Сверху, три вершины снизу… И каждая из вершин сверху соединена с вершинами снизу и наоборот… То есть я провожу вот так… И дальше тут у меня начинаются уже проблемы… Я могу провести так и так… Могу провести, видимо, вот так и вот так… А вот эту вершину с этой уже соединить вроде как не получается… И действительно… Действительно так и не получится… Как бы мы не рисовали… И действительно есть графы, которые невозможно нарисовать на плоскости… Так, чтобы у них ребра пересекались только в вершинах… А есть, которые можно… Те, которые можно, они называются планарными… И… Ну, есть разные утверждения про планарные графы… Ну, это мы оставим пока… Ну, хорошо, так вот ответ… Ответ такой, что… Хроматическое число… Хроматическое число… Плоского графа… Я разные слова говорю… Плоский, планарный… Но это на самом деле одно и то же… Плоского графа… Равно 4… То есть это значит, что… Ну, это тоже… На самом деле это долгое время… Люди долго это доказывали… И кажется, это вообще… Сейчас Сергей меня может поправит… Мне кажется, это первое такое нетривиальное утверждение, которое было сначала проверено с помощью компьютера… Ну, и вообще доказано с помощью компьютера, да… По-моему, некоторые люди до сих пор не уверены, что оно доказано… Да, некоторые люди даже до сих пор не уверены, что оно доказано… Вот… Давалось определение хроматического числа конкретного графа… Какого-то так… А здесь ответ дан… Видимо, по всем… Да, для любого… Да, для любого… Ну… Для любого… Максимальное, может быть… То есть хроматическое число плоского графа… Не… Не больше 4… Наверное… Правильно… Точнее сказать… Потому что бывают же графы, у которых меньше число, чем 4… Так ведь… Ну да… Хроматическое число плоского графа… Не больше… Не больше… Да… Ну хорошо… Не больше… Да… Согласен… Спасибо… Да… Меньше либо равно 4… Да… Ну вот… Такое… Это такое… Общеизвестная история… Например, это… Например, это связано с… Покраской карт… Да… Что… Вот если у вас есть… Аналогичным… Такая эквивалентная задача… Которую вы тоже, может быть, слышали… Что… Если есть карта какая-то на плоскости… Ну просто карта… Политическая карта мира, например… То ее тоже можно раскрасить… В 4 цвета… Потому что… Потому что… Ей можно поставить соответствие… Такой граф… Ну, например, вот… Давайте… Вот такую карту… Такую карту я нарисую… Какой-нибудь… Несуществующей… Стороны… Ну вот такая карта… Я могу ее покрасить в 4 цвета… Примерно вот так… Раз… Два… Три… А где 4 цвет у меня здесь будет? Снаружи… Да… Да… Так вы все знаете… Значит… И 4 цвет снаружи… У меня цвета закончились… Белый… Белый… Ну вот и белый цвет снаружи… А как… А как придумать граф… Который будет… Как бы двойственен… Вот такой вот… Вот такой вот карте… Который… Который я раскрасил… Можно… Если на области смешной… То… Ну кажется… На области поставить… Да… 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 Отличный план… Давайте так и сделаем… Я просто рядом еще… Ну вот у меня есть как бы одна карта… Я тут рядом вторую нарисую… Действительно… Давайте так и сделаем… Просто я в центр… Ну… В центр каждой страны поставлю вершину… И у меня еще будет вершина снаружи… Как… Как центр внешней страны… Да… И буду соединять… Ну давайте синие… У меня будут ребра графа… Значит я соединяю так… Соединяю так… Соединяю так… Соединяю так… Соединяю так… Ну и вот так я тоже должен соединить… Потому что… Внешняя… Внешняя сторона… И вот эта сторона нижняя соединены… Я должен соединить так. Получился такой граф. На самом деле, комбинаторно, это же то же самое, что вот такой граф. Что-то странное произошло, да? Но теперь это у меня уже не странный, а граф, который мы рисуем, раскрашиваем вершины. В общем, вот эта вот операция, вот эти два графа, черненькие и синенькие, на этой картинке называются двойственные. Ну ладно. Это такое было вступление про хроматические числа. А что такое хроматический многочлен? Хроматический многочлен, как утверждается, он его ввел упоминавшийся на прошлой лекции Бирхов. Кажется, в 1912 году. Как раз утверждается, что он пытался с его помощью как-то решить задачу о хроматическом числе графа. И хроматический многочлен, это такой многочлен одной переменной. Значит, это, значит, будем начать его хи, наверное, g от c. Это количество способов. Количество способов правильно раскрасить. То есть, правильно мы понимаем в том смысле, в котором это было на левой доске. Раскрасить граф g в c цветов. То есть, для каждого c, мы берем, c это переменная, да? Для каждого c мы считаем количество способов раскрасить граф в c цветов. Давайте какой-нибудь пример разберем просто, чтобы... Вот, например, если граф g это одна точка, просто одна вершина, ну, одна вершина, и нет ребер, то, чему равен хи же от c. Ну, c цветов, значит, c. Да, c. c способов. То есть, мы для каждого... для каждого c мы смотрим, сколько... сколькими способами мы можем покрасить этот граф в c цветов. c способов правильно покрасить. Ну, не обязательно все цвета используются. Это не обязательно. То есть, тут... Цвета могут не все использоваться. Да, да, да. Цвета тут... Ну, цвета можно использовать не все. То есть, мы можем покрасить там или в первый, или во второй, или в третий, или в четвертый, или в пятый, или в цветный цвет. c это у нас натуральное число. Тогда не смущайтесь, что это c, это натуральное число. Ну хорошо, а если G — это просто две вершины, тоже не соединенные ребром? C квадрат, да. Мы первую вершину можем покрасить в один из C цветов. И независимо вторую вершину можем покрасить в один из C цветов. Но при этом у нас вершины пронумерованы. То есть мы считаем, что если мы левую покрасили в один и правую в другой, то это не то же самое, что мы правую покрасили в один, а левую в другой. Ну хорошо, ну например, наверное вы сможете, вы уже сможете сказать, если G — это дерево. Ну хорошо, давайте так, вот если G — это вот такой граф. Да. С, ну, ну, достаточно двух цветов выбрать разный. То есть два цвета из C выбрать. C из C, вот. Еще надо переставить. Хорошо, может C, ну что-то C минус 1 в квадрате? Ну да, да, ну там что-то еще, ну, кажется, да. Ну смотрите, первую вершину в сколько цветов можем покрасить? Первую вершину мы можем в C цветов. Хорошо. Это покрасим... А в C минус 1 уже. Да. Вот, а третью тоже в C минус 1 будет. Тоже все-таки в C минус 1, потому что мы же ее не можем покрасить. Мы покрасили эту в какой-то цвет, и в этот цвет мы уже не можем в третью покрасить. Значит, все-таки еще на C минус 1. Ну то есть это C на C минус 1 в квадрате. Ну отлично. Ну хорошо, домашнее задание, если же это дерево. Вы знаете, что такое дерево? Хорошо, да, это вот такое многочлен. То есть из определения понятно, во-первых, что это многочлен. Во-вторых, ну сейчас мы про него что-нибудь поймем. Ну что он многочлен от одной переменной C. Давайте я тут раскрою скобки на будущее. C, C квадрат минус 2C плюс 1. C в кубе минус 2C в квадрате плюс C. Кажется так. Вот. Значит, что будет мне про него интересно? Такая теорема. Да, Сатирис, ты прав. Так, тут есть предположение, что это, значит, давайте дерево на сколько выходить? N вершин, да? Дерево с N вершинами. Значит, вы говорите, что это C на C минус 1 в степени N минус 1. Почему? Потому что у нас первая же, там каждая следующая вершина не может быть из-за следующей следующей серии. То есть красивенько. Я понимаю, что это по индукции, в принципе, можно доказать. Ну да, наверное, можно доказать по индукции и можно так, как вы говорите. Да, 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 похоже на правду. Отлично. Ну, да, это мы на самом деле, что я скажу, что мы, конечно, молодцы и много чего посчитали. Но при этом, ну вот если вы возьмете произвольный, даже уже для цикла уже, просто если возьмем один цикл, уже так просто не сосчитаешь ответ, там надо будет какие-то случаи разбирать. И это не древиально. И даже это будет зависеть, просто ответ даже будет в случае цикла зависеть от четности цикла, например. Но для вычисления хроматического многочлена есть такая теорема, которую мы сейчас докажем. Теорема, это называется соотношение удаления стягивания. Еще по-другому, соотношение, соотношение удаления стягивания. Ну все. Значит, смотрите. Я сначала сейчас веду две операции такие странные на первый взгляд, но вы к ним привыкнете, потому что мы сегодня целый день их будем делать. Значит, если у нас есть граф G, то мы можем рассмотреть в нем какое-нибудь одно ребро E. Значит, E — это ребро графа G. Ну, E от слова edge, а G от слова graph, кстати. Значит, да. Мы можем с этим ребром сделать две операции. Можем его удалить. Это понятно, что такое. Да? То есть G минус E. Это просто удалили ребро E. Удаление. Вот это обозначение. Это, ну, как операция минус в множество. Да, я взял G минус E. Удаление ребра E из графа. Просто если у нас был какой-то граф, вот наш любимый, значит, и мы взяли, пусть вот это ребро E. Если это G, то G минус E — это вот такой граф. Просто все осталось на месте, только это ребро E удалилось. И, значит, операция 2, как ни странно догадаться, как ни трудно догадаться, стягивание, оно обозначается вот так вот. Если у вас были всякие факторы группы, то это очень похоже на обозначение стягивания ребра E. Это значит, что мы удаляем ребро E и отождествляем его концы. То есть в данном примере G стянуть E — это будет такая штука. Значит, мы опять же удаляем. Вот, значит, в этом графе я просто должен отождествить эти два конца. И сейчас пока что нам неинтересны кратные ребра. Мы вообще не следим за кратными ребрами. Даже давайте, наверное, считать, что у нас граф пока без петель и кратных ребер. Вот тут видно, да, что у меня вот когда я эти две вершины отождествлю, у меня тут получится как бы два ребра между ними. Ну, я буду считать, что это одно ребро. И тут тоже будут два ребра, я буду считать, что это одно ребро. Вот получится такая картинка. Окей? Значит, теорема такая, что оказывается, что у нас получилось таким образом три графа. Граф G, граф G с удаленным ребром E и граф G со стянутым ребром E. Оказывается, что хроматические многочлены их связаны. Как они связаны, как вы думаете? Это просто догадаться или нет? Пока мы тут стираем. Значит, вот есть многочлен, хроматический многочлен графа G, хроматический многочлен графа G минус E, и хроматический многочлен графа G, стянутая E. Я хочу поставить тут равенство. А тут хочу, наверное, поставить знак плюс, а тут знак минус. То есть хочется сказать, что хроматический многочлен графа G равен хроматическому многочлену графа G с удаленным ребром E минус хроматический многочлен графа G. Ой, я что-то неправильно написал. Прошу прощения. Вот так, наверное, должно быть все-таки. Мне кажется, так более правильно. Когда мы удалили ребро E, минус, когда мы стянули ребро E. Не-не, это точно. Это значит, вот эта вот формулировка теоремы, собственно, это сейчас мы ее докажем. А что, может она очевидная? Доказательство авторитетом, это очевидно. Ну, смотрите, значит, я напомню, что хроматический многочлен это количество способов красить граф в разные цвета. Значит, тут просто написано какие-то количество способов. Давайте сравним количество способов в левой части и в правой части. Ну вот, давайте сначала посмотрим на хроматический многочлен с удаленным ребром E. вот хи G минус Е от С. Я хочу сказать, что все эти способы можно разбить на две группы. Значит, разобьем разобьем вот эти способы эти способы раскраски на две группы. На какие две группы? Ну, у нас есть ребро E, которое мы удалили, у него есть два конца. И вы согласны, что в этом графе G минус Е эти два конца могут быть покрашены либо в один цвет, либо в два разных? То есть на две группы. Значит, первое это вот у нас есть ребро E и вершина покрашена в один цвет и вторая ребро E и вершина его покрашена в два разных цвета. И получается, что если вершина покрашена в разные цвета, мы получаем в точности хи с индексом G? Да, да, да. Вот, а если в один цвет, то вершины можно отождествить. Да. Ну, смотрите, я просто повторю, что сейчас только что было сказано. Посмотрим на все... Еще раз, это способы раскраски нашего графа G минус Е. Посмотрим на все способы из первой группы. В способе, значит, только тут у нас ребра E на самом деле нет, да? Оно должно быть такое мнимое. Да, 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 да. Посмотрим на все первые способы. В каждом из этих способов мы можем отождествить эти две вершины и получится в точности раскраска нашего графа G. Правильно? Неправильно. Получится в точности раскраска нашего графа G, стянутого с Е. Теперь правильно? Теперь правильно. И каждой раскраске графа, в котором ребро есть тянуто, мы его можем, ну, растянуть, а ребро не рисовать. И получится раскраска группы 1. А для каждой раскраски графа G минус Е, когда вершины этого несуществующего ребра покрашены в разные цвета, мы можем сопоставить в точности одну раскраску исходного графа. Ну, просто проведем это ребро, и вот будет. Понятно? Да? Не очень? Так, кому-то стало очевидно. Но не всем. Значит, это просто равно… Эти способы равны хи G стянутое с Е от С, а эти способы равны хи G от С. Таким образом, получилось, что вот этот равен этому плюс этому. Ну и значит… Так, ну, в общем, вы придумаете… Если вы придумаете вопрос, то вы спросите. Ну, по крайней мере, кто-то… Кто-то вроде… Вроде бы все правда, по крайней мере. Ну, хорошо. Значит, что это значит вообще? Ну, это значит, что… Смотрите, что мы на самом деле… Это значит, что мы получили рекуррентное соотношение. Да, на самом деле это рекурсия. Вы же любите все программировать? Мы получили рекурсию. Получили рекурсию. Рекуррентное соотношение. нерекуррентное соотношение. И с помощью него, причем оно хорошо устроено, на каждом шаге мы уменьшаем количество ребер. И поэтому мы можем взять любой граф теперь произвольный, делать рекурсию, уменьшать количество ребер, и в какой-то момент мы дойдем до дерева, у которого многочлен мы умеем считать, вы научились уже. И таким образом можем посчитать многочлен любого графа. Ну, не то чтобы это прям очень просто будет, но тем не менее. Вот, у хроматического многочлена много разных, ну, некоторое количество есть еще свойств, которые, наверное, я уже не хочу доказывать, я просто их перечислю, а мы на примере вот этого нашего многочлена их проверим. Значит, это, например, а доказательство будет вам в качестве домашнего задания. Значит, я напомню, что это вот такой многочлен. Ну, какие-нибудь свойства, да? Ну, например, свойство 1, что, вот смотрите, посмотрим на коэффициент у этого многочлена. Видно, что у них знаки, это знакопеременная такая последовательность, плюс-минус, плюс-минус. Ну, видите, тут плюс-минус-плюс. Ну, вот всегда так. Значит, коэффициенты хи же от С, это, как это называется, альтернированная последовательность, да, знакопеременная знакопеременная последовательность. А еще, например, давайте посмотрим на второй коэффициент. А, ну, во-первых, первый коэффициент какой? Единица. Единица. А степень какая у многочлена? Количество вершин. Количество вершин, да. Значит, степень хи же это количество вершин в графе g. Количество вершин. Первый коэффициент действительно один, а второй коэффициент чему равен? Значит, второй коэффициент при С в степени вот я вот так напишу, вы поймете, наверное, да, меня, модуль v от g минус 1. Чему он равен? Например, для дерева чему он равен? Да. То есть для дерева он равен n-1. А что в дереве n-1? Ну, ребер. Ну, только с минусом, да, тут с минусом. Он действительно равен минус количества ребер. Минус количества ребер. Это, значит, мы, я сейчас, в общем-то, не доказываю никакие, ну, вот, второе свойство очевидное, более-менее, но я их не хочу доказывать, я просто их перечисляю. Ну, может быть, что-то из них будет на самостоятельной работе. Те, кто подготовится, у них будет бонус. Третье свойство, ну, что это, второй коэффициент, это минус количества ребер. Его можно, несложно доказать по индукции, по количеству ребер, используя нашу теорему, наше соотношение удаления и стягивания. Ну, есть еще некоторое количество более хитрых свойств, например, вот, смотрите, у нас же, ну, помните, у нас были примеры, когда была одна вершина, было С, когда было две вершины, было С квадрат. И вот можно задаться таким вопросом, какая минимальная степень переменной С в этом многочлене. Минимальная степень переменной С в Хи-Ж С. Правильно. Просто это равно числу компонент связности. Ну, смотрите, совпадает, да, потому что, когда, ну, вот в этом примере у нас тут минимальная степень это один, и действительно у нас одна компонента связности. И вообще, если дерево, например, то тоже, как вы знаете, это тоже будет один, одна компонента связности. А когда у нас было две вершины здесь, то это было С квадрат, и действительно две компоненты связности, и нет членов С в степени меньше, чем двойка. Минимальная степень переменной С в многочлене это число компонента компонент связности. Но, как вы знаете, ничего, ничто это не помогло Берхову доказать теорему о хроматическом числе, но, тем не менее, вот такие очень изящные утверждения про наш хроматический многочлен. Хорошо. Значит, это все домашнее задание. Значит, на самом деле, если там вы дома подумаете, и у вас получится, или наоборот, вы подумаете, у вас не получится, то, может быть, завтра утром это обсудить. Но все это несложное, не очень сложное следствие этой теоремы. Значит, но, да, это хроматический многочлен. Давайте я скажу, какой у нас вообще план дальше. Значит, мы сегодня еще поговорим про разные обобщения хроматического многочлена, потому что, конечно, ну, одна перемена это неинтересно. И вот оставшись, ну, оставшийся час мы будем говорить про всякие обобщения этого хроматического многочлена, потому что, ну, обычно, ну, да, и дальше свяжем это с какими-то еще другими неожиданными вообще разделами математики. Но перед этим, наверное, я скажу, что вообще он вот иногда такие функции на графах, хроматический многочлен это иногда вы можете встретить такое название, как инвариант, инвариант графа. Что это вообще такое? Ну, инвариант это инвариант какого-то множества, да, это какая-то функция, которая не меняется на классах эквивалентности этого множества, да, на одинаковых элементах этого множества. Хроматический многочлен не является таким прям настоящим инвариантом графов, то есть есть там не все графы он различает, но при этом можно придумать обобщение хроматического многочлена, который является инвариантом деревьев. Ну, в общем, это тоже такая вот эта история с какими-то функциями, которые мы строим по графам, она связана с наукой об инвариантах объектов всяких вот таким довольно прямым образом, но это такое замечание. Значит, а я хочу побольше переменных, и теперь у меня будет симметризованный хроматический многочлен, симметризованный хроматический многочлен. Вот, сейчас я буду делать немножко похожее на то, что было в прошлый раз. В прошлый раз вы же расставляли на ребра графа всякие веса, да? Что-то было такое. А я хочу сегодня в вершины графа ставить веса. правда, они у меня будут такие формальные веса. А именно вот что сделаем. Пусть у нас есть какая-нибудь правильная раскраска графа. Ну и даже да, и при которой там вершина покрашена в цвет и. Вот если вершина покрашена в цвет и, то я буду говорить, что мы в эту вершину положили вес xe, да? Значит, положим вершине цвета и вес xe, да? Ну то есть вот если у меня есть граф, мы его покрасили в цвета 1, 2, 3, то теперь я просто хочу сказать, что у меня есть в этих вершинах веса x1, x2, x3. И рассмотрим такой многочлен. Значит, определение. многочлен x большое от переменных x1, x2. Теперь смотрите, но я сразу как бы я не довольствуюсь малым, и у меня была одна переменная раньше, а теперь у меня вообще бесконечно много переменных. Ну просто вот x1, x2, x3 у нас же мы не ограничиваем себя в количестве цветов. Это такая сумма по k. Я хочу просуммировать теперь, я хочу для каждой правильной раскраски, давайте сейчас напишу, потом объясню, что написано. k правильная раскраска, сумма по всем правильным раскраскам, произведение по всем вершинам x k от v. Что здесь написано? Здесь написано следующее, что мы взяли как-то правильно раскраски, значит правильно, это значит, что как обычно разные, концы ребер покрашены в разные цвета. Мы правильно раскрасили граф, и для каждой этой правильной раскраски написали в каждую вершину вместо его цвета переменную x и перемножили, для каждой правильной раскраски перемножили такую штуку и потом сложили по всем правильным раскраскам. Число переменных равно числу цветов? Ну да, число переменных равно числу цветов в данной раскраске, да, да. Мы же берем по всем раскраскам. Мы берем по всем раскраскам, да. То есть для каждой раскраски ну если у нас правильная раскраска в цвет цветов. А я хочу вообще просуммировать по всем. Нет, мы берем сумму по всем правильным раскраскам в любую конечную сумму. Да, 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 да. Количество переменных бесконечно. Да, 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 да. Вот вы уследили, да, что сейчас обсуждалось, что вот это ну довольно большой многочлен, короче. Это это не многочлен. Это даже формальный стимул. Да, да, да. Да, давайте вот это действительно, что я хотел обсудить. А что вообще такое тут написано? Ну вот а что такое многочлен? Вы знаете? Вы можете дать определение многочлена. Пришли вы на экзамены, вас экзамен спрашивает, что такое многочлен? Вектор чиселок. Ну мы рассматриваем последовательности элементов кольца, определяем в них операции сложения и умножения. Ну да, ну в общем... И мы при этом говорим, что там все элементы начиная с некоторого номера равны нулю. Да, 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 да. Ну такое это непростая история, да? Но а можно определить многочлен как картинку? Вот многочлен такая картина, что вот ну вот такая картина a n x в степени n плюс a n минус 1 x в степени n минус 1 плюс так далее плюс a 1x плюс a 0. Но еще надо конечно как-то научиться с ней работать, там складывать, умножать, но это такая картинка. А теперь у нас другая картинка, а именно мы разрешили бесконечно много переменных и и такой у нас бесконечный совершенно формальный ряд, но при этом если мы зафиксируем ну вот количество цветов, в которые мы красим нашу правильную раскраску, то это совершенно будет конечная конечная какая-то история, у нас будет всего цепь ну если у нас раскраска в цепь цветов, у нас будет всего цепь переменных, это такой формальный ряд. Это формальный формальный степенной ряд от бесконечного числа переменных да-да-да x1, x2, x3 и так далее. Ну давайте, чтобы наверное какой-нибудь давайте пару слов про формальные степенные ряды, да, я скажу. А кто вообще слышал такое такое слово сочетание формальный степенной ряд? Так, немного. Хорошо, давайте отступление небольшое, просто чтобы хотя бы понятно было, о чем речь. отступление. Ну вот смотри, смотрите, давайте посмотрим на формальный степенной ряд от одной переменной. Вот такой 1 плюс x плюс x квадрат плюс x в кубе плюс x четвертый плюс и так далее. я утверждаю, что это равно 1 делить на 1 минус x. Ну почему это так? А потому что давайте перемножим 1 минус x и вот то, что тут написано. Ну что это такое? Значит, 1 умножить на 1 это 1, да? Давайте посчитаем коэффициент при x. Значит, это x умножить на 1 минус 1 умножить на x. Ну, 0. Коэффициент при x квадрат. Ну, 1 умножить на x квадрат минус x умножить на x. Ну, 0. Но дальше, видимо, вы догадались, да? То есть при каждой степени мы можем за конечное число операций посчитать коэффициент и он будет нулем все время. Но вот так формальные степенные ряды и работают, что мы, что коэффициент при конечной степени x, он определяется за конечное число шагов, за конечное число операций. И он конечный. А сам ряд, ну, вообще-то, может быть бесконечным. Ну вот, значит, такое определение, такой многочлен. И сейчас я хочу… А, давайте, давайте, во-первых, вот что, такой вопрос у меня. Как? Можно ли придумать, как этот многочлен связан с нашим многочленом хи? Этот многочлен х связан с многочленом хи? Как хи-ж от х1, х2, х3 и так далее связать с хи-ж от c. Ну, во-первых. Да, очень хорошая идея, да. Во-первых, мы красим в c цветов, поэтому тут явно надо оставить только первые c переменных, да, а остальные сделать нулем равными. Давайте так и сделаем. Значит, xg мы оставляем первые, пока что оставили первые c переменных, а остальные сделали нулем. А теперь как? Да, а теперь что сделать с этими c переменными? Давайте попробуем единицы, почему нет? Давайте скажем, что это равно единице. Все, положим единицы, все цвета единицы, ой, все переменные единицы равными. Что тогда вот тут получится? Значит, тут получится сумма, у нас были всевозможные раскраски, а теперь у нас останутся раскраски ровно в c цветов, правильно? Потому что мы все остальные переменные занулили, у нас ничего не будет больше. Каждые, да, раскраски будут соответствовать единице какая-то там же, в программе единицы. Правда, что каждой раскраской будет единице соответствовать? Мы перемножаем по всем вершинам единички. Да, тогда не подходит нам в раскраске. Не очень? А, какое утверждение? А, утверждение такое, что вот это равно х g ac. Да, давайте я напишу, что вот это вот утверждение. Значит, то есть это мы думали-думали и вроде придумали. Значит, утверждение. x g от 1, 1 и так далее, 1, c раз, 0, 0 и так далее, равно х g ac. Доказательство. Не знаю, что сказать, очевидно. Ну, можно эту сумму расписать, там, единичку поставить вместо x. Ну да, ну то есть смотрите, во-первых, вот по определению, да, по определению, по определению, вот которое слева написано, что такое х g от 1 и так далее, 1, 0 и так далее, 0. Во-первых, это сумма по всем раскраска в с цветов. К раскраска в с цветов. Во-вторых, у нас тут в произведении все время единички, потому что мы единички поставили. Сумма единичек. То есть мы для каждой правильной раскраски, ну, правильная раскраска, да, правильно, тоже, конечно, ничего не видно. Правильная раскраска в с цветов мы суммируем единички, но если мы просуммируем единички в количестве правильной раскраски в с цветов, мы получим количество правильных раскрасок в с цветов. Поэтому это, опять же, по определению нашего хроматического многочлена, х g, c, а вообще видно разницу в буквах? Вот это, наверное, нет, да, вот это вот х, а вот это х, классное обозначение. А вот это тоже х, большое, тут есть еще х маленький, очень удобно. Тут еще есть вот эти х, классно вообще. А, это, это было х, кажется, да? Вот это было х, вот это тоже было х. Понятно, понятно. Да, ясно. Возможно, надо было как-то использовать разные буквы. Возможно, да. Ну, хорошо, значит, я буду аккуратно… Вот это вот х, а вот это х. От слова х, от слова хроматический. Видите? Вот это все х. А х большое на у, да? Давайте заменим х большое на у. Как вам такое предложение? Давайте, давайте х большое заменим на у, чтобы не путаться, да? Вот это будет у. Нормально, но мне тут просто исправить на доске. Пока мы еще не очень много написали. Хорошо. А так, ну что, я, я доказал вроде. Кто еще согласен, что я доказал? Ну, так, почти половина. Даже на первом ряду почти все поняли. Хорошо. Значит, ну, такое… Это называется… Мы специализировали наш многочлен симметризованный хроматический многочлен к обычному. Отлично. Теперь дальше я хочу что-нибудь доказать про этот многочлен Y. Теорема 2. Значит, теорема 1 была про обычный хроматический многочлен, а теорема 2 про вот такой симметризованный хроматический многочлен. Теорема 2. А, кстати, у него появление где-нибудь было выписано? Вот это… Ну, это вообще-то не многочлен. Ну, это формальный ряд. Это не многочлен? значит определение да 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 спасибо ну вот действительно вот этот y это называется симметризованный хроматический многочлен хотя он вовсе немногочлен давайте я тут допишу хроматический многочлен это формальный степенной ряд формальный степенной ряд вот такой на спасибо значит теорема такая что наш yg вот x1 x2 и так далее это сумма по всем сейчас будет кроме значка сумма все слова непонятные но я их объясню минус 1 степени значит что тут написано в левой части понятно что написано точнее не понятно но такая большая штука в правой части написано сумма я это множество ребер графа же значит е множество ребер графа же с мы с это просто мы рассматриваем всевозможные под множество ребер нормально нормально мне кажется в прошлый раз торки ты были такие суммы да по подножеством ребер что такое было значит это под множество ребер то есть это под множество с с это под множество подлода жестма racial количество вот решеточка ли с решеточка с ну это можно было сказать модули оставит просто количество количество ребер в подножестве. Теперь давайте вот как. Смотрите, у нас был какой-то граф. Наверное, это мне тоже надо стереть. И мы выбрали какое-то подножество. Значит, вот был какой-то граф. Вот это G. Мы выбрали какое-то подножество ребер. А вот там что написано? Там написано P и вот. P лямбда от S. До этого я пока еще не дошел. Это пока непонятно, что такое. Пока мы разбираемся с этими S. Значит, у нас есть граф G и есть какое-то подножество ребер. Давайте выберем, например, вот эти два вертикальные ребра. Вертикальные ребра. Каждое подножество ребер задает подграф. Какой подграф? Ну, мы просто возьмем все вершины исходного графа и эти ребра, которые мы выбрали. то есть мы оставили все вот G такая штука а S ну, можно считать, что это можно считать, что ну, подножество ребер однозначно задает такой подграф, да? это подграф на ребрах из подмножества S понятно, что произошло, да? Мы взяли подножество для любого графа, взяли любое подножество оставили все вершины нашего графа раз, два, три, четыре, пять и какое-то подножество ребер вот получился какой-то подграф необязательно связанный, да? вот у меня вообще такой неприятный граф неприятное подножество неприятный подграф из трех компонентов связанности тут происходит сумма по всем таким подграфам по всем таким подножествам ребер ну и, соответственно, по всем таким подграфам значит, что такое лямбда от S лямбда от S это разбиение значит, это все определение они идут, да? значит, это определение вот это вот первое второе третье четвертое это разбиение числа что такое разбиение? это представление числа в виде суммы натуральных слагаемых значит это разбиение числа вершин просто это количество вершин в графе G на слагаемые равные количеством вершин немножко немножко нудно но все очень просто вершин в компонентах компонентах связности подграфа S очень-очень сложно да, ну сейчас ну вот на этом примере на этом примере да, да, да это набор это набор натуральных чисел и в этом примере это числа 2, 2 и 1 потому что тут есть потому что у нас количество вершин 5 в нашем графе и вот этот подграф S он состоит из трех компонент связности в одной две вершины в другой две вершины в третьей одна вершина значит лямбда от S продолжаю пример продолжение примера лямбда от S это 2, 2, 1 2 плюс 2 плюс 1 равно 5 давайте не поленимся или поленимся нет, мы все-таки наверное поленимся все выписывать подграфы такого графа ну давайте еще какой-нибудь подграф ну например вот если мы возьмем вот такие три ребра вот это тоже какой-то другой подграф тогда в нем какое лямбда от S скажите 1, 4 1, 4 то есть мы представляем пятерку в сумму тут двух слагаемых потому что две компоненты связности в одной слагаемом четыре вершины в другом одно это я вот так через запятую напишу 4, 1 тоже 4 плюс 1 равно 5 окей вот это лямбда от S но пока не стало лучше и теперь что такое P с индексом лямбда от S значит а это вот что такое чтобы стереть давайте например что ли сотру значит это пятое да P лямбда от S значит вот такое скажем что P от X1 и так далее XK от XN простите это X1 в степени K плюс и так далее плюс XN в степени K это называется многочлен Ньютона многочлен Ньютона ну например ну вот P2 это сумма квадратов P3 это сумма кубов это такие симметрические многочлены а P лямбда от S это произведение вот давайте скажем что это было у нас лямбда 1 лямбда 2 лямбда 3 это будет P лямбда 1 от X1 X2 и так далее умножить на P лямбда 2 от X1 так ничего не понятно да или все понятно то есть смотрите продолжая продолжая пример в этом случае опять пример в этом случае что такое P лямбда лямбда это числа 2 2 и 1 значит это будет P2 от сколько ну давайте вот X1 X2 X3 X4 давайте ограничимся 5 цветами умножить на P2 от X1 и так далее X5 умножить на P1 от X1 X2 X2 X5 нет 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 нигде нефиг ну просто я тут ну мы можем просто это как пример да вот если у нас есть в общем определение мы пытаемся мы пытаемся доказать теорему 2 например у нас есть такой граф да мы его можем ну мы его можем красить в сколько угодно в какие угодно цвета ну вот дальше мы если мы красим его и получаем вот суммируем такую большую сумму получаем такой большой большой такой ряд а теперь мы берем все его подножества их не так много их все-таки конечное количество да для каждого подножества считаем минус 1 в степени и все возможные опять же ну раскраски ну пока да пока да но мы скажем на правой части доски если я не понимаю наверное многие слушатели тоже не понимают все-таки хотелось бы понять ну да сколько это же важная вещь да вот это P, L, A, T это наверное важный объект давайте его ну смотрите ну да тут ну тут написано определение да и я тут написал N переменных видите но это N может быть любым да ну то есть я могу тут написать плюс и так далее но важно понимать что как бы мы же что значит вообще вот давайте я вернусь к вопросу к вопросу Сергея еще чуть на шаг раньше вообще что значит равенство это да у нас тут бесконечная такая сумма и тут бесконечная сумма но это равенство будет означать что мы что при каждом если мы зафиксируем какой-то конечный набор степеней ну вот конечный маном X XO в каких-то степенях то коэффициенты при этих манов будут одинаковые то есть правильно я понимаю что формально мы считаем что каждый каждая пока-то это тоже формальный степенной ряд который ну он как бы формальный степенной ряд но он конечный он в какой-то момент будет каждый раз обрубаться может быть может быть в равенстве в теореме вот в правой части сумма по всем подножкам под ребер может быть нужно еще одну добавить сумму по всем раскраскам тоже не ну нет но мы сейчас выразим это через раскраски но пока нет все правильно все правильно значит вот так тогда тем самым для фиксированного подможенства S B лямбда S должно быть степенным рядом ну смотрите просто у нас вот да мы будем красить так как-то вот зафиксируем вот это подможенство S да давайте вы можете выписать для него B лямбда от S явным образом ну вот если если мы покрасили его в какие-то цвета да X1 X2 X7 X10 X11 да то P лямбда от S будет вот такой P2 от вот этих переменных X1 X2 X7 X10 X11 умножить на P2 там умножить на P1 тоже от этих переменных токи по цветам так а сейчас ну вот ну давайте я тут покрашу переменных до до 11 ну вот X5 переменных ну мы мы то красим ну да но мы то красим в любые цвета поэтому хорошо а если у нас значит X5 заменилась на X13 уже тогда какая будет проблема в том что у нас нигде нет раскрасок в правой сумме а поэтому мы не можем да 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 нет нормально давайте я сейчас еще пару слов скажу и станет понятней но пока пока важно просто понять вот обозначение что P лямбда от S что вот есть такие многочлены Ньютона это такие степенные суммы и P лямбда от S это произведение вот таких P P по частям мы договорились насчет их две это правая часть вообще некорректно определена все таки надо понять сколько нужно сразу договориться какие X и входят в ну все возможно смотрите все возможные X и то есть у нас там X нет X2 там плюс Xn и вообще все то есть каждая P карта это формальный степенной ряд в который входят все да но это это было бы замечательно то есть P и так P лямбда 1 вот у нас в правой части есть произведение да первый со множителя P лямбда 1 в нем X1 X2 многоточие да вот вот это многоточие может быть оно вообще все ну да 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 но просто конечное число и конечное число не нулевых каждый раз будет конечное число не нулевых переменных вот это меня слушать что значит каждый раз мы про где же у нас говорится что мы рассматриваем каждую раскраску отдельно но пока пока нигде можно выписать потому что не было ну хорошо вот есть еще одна доска можно но я на самом деле не очень хочу сейчас давать обсуждать подробно там вот эти многочлены давайте пока ограничимся тем что вот действительно это вот такой пк от x1 xn и так далее давайте я напишу это вот такой такой тоже формальный формальный ряд хорошо а и тогда значит как бы лябда 1 тоже будет формальный ряд тогда звучать да значит значит ну что я хочу сказать давайте такая лемма ну сейчас мы сейчас я начну доказывать эту теорему и станет немножко понятнее вообще что это тут написано и вот первая лемма в этом доказательстве такая что я сейчас выражу как раз это полям датес значит полям датес это вот что такое это сумма по некоторым раскраскам значит это такие раскраски это значит к кс это раскраски раскраски ну вот нашего подграфа подграфа с такие что каждая компонента связности красится в один цвет связности то есть они неправильные да красится в один цвет то есть мы пока это это лемма пока не очень связано с тем но немножко связано значит это я беру сумму по всем раскраскам подграфа с таким что каждая компонента красится в один цвет ну вот просто произведение весов произведение всех иксов по по всем икс k от v1 k от v сколько у нас было ребер в графе ну давайте n значит v1 vn это ребра нашего графа где-нибудь надо написать v1 vn вершины графа точнее вершины графа g то есть еще раз мы берем значит вот ну в этом в этом примере да значит ну вот мы можем мы красим каждую компоненту связанности в один цвет то есть можем красить вот так можем красить ну и дальше как угодно у нас цветов у нас переменных бесконечное количество мы каждую компоненту связанности красим в один цвет это в x1 это в x2 это в x3 там это в x7 это в x1 это в x сколько угодно и перемножаем и складываем по всем таким раскраскам а там в произведении как бы все вершины все вершины нашего графа ну у нас у нас же в нашем s вершин столько же сколько в графе вот у нас тут все пять вершин ну смотрите давайте считать что мы не можем покрасить ну вот пусть у нас есть пять цветов да всего пять цветов тогда значит p лямбда от s это действительно x1 квадрат плюс x2 квадрат плюс так далее плюс x5 квадрат на x1 квадрат плюс x2 квадрат плюс и так далее плюс x5 в квадрате на x1 плюс x2 плюс и так далее плюс x5 согласны? если мы используем да если если только пять цветов если только пять цветов вот ну хорошо теперь давайте посмотрим ну просто раскроем все скобки просто раскроем все скобки ну и что у нас получится ну как при каждом раскрытии скобок мы что берем мы из каждого слагаемого берем x катая в степени количество вершин у этой компоненты связанности видите тут мы берем вот когда мы берем например x2 в квадрате x1 в квадрате x5 это что значит? это значит что мы первую компоненту покрасили в цвет x2 вторую компоненту в цвет x1 а вот эту последнюю вершину в цвет x5 а вот это то что тут нарисована раскраска означает что мы взяли x1 потом взяли x2 а отсюда взяли x3 да вот вот такой такое слагаемое соответствует вот этой раскраске доказательства ну вот вот там согласны? но теперь каждый каждый из соблажников представляет собой бесконечную сумму да да теперь если у нас сколько угодно да теперь если у нас сколько угодно цветов то то же самое рассуждение работает правильно? в какие бы цвета тут не было что раскрашено всегда найдется тут такой соответствующий ну вот если мы раскроем все скобки соответствующий маномчик да очень сложно ну хорошо таким образом мы поняли что p-lambda это вот такая сумма по всем по всем раскраскам ну теперь понятное дело я вместо p-lambda хочу вот это вот туда подставить что получится ну давайте посмотрим так вот это надо доставить пока а вот это наверное можно стереть можно кстати загибать а можно еще загибать да кстати хорошо значит доказательство уже теперь теоремы да подставим подставим вместо p-lambda вот это вот большую сумму не очень большую сумму значит получится вот такое выражение сумма по всем подграфам минус 1 в этой вот степени на вот эту сумму сумму по всем странным раскраскам этого подграфа да на произведение всех иксов x kv1 x k а понятно что кстати что-то я не сказал вот эта запись k от vn это вообще понятно что такое ну просто k ну да k это же у нас как бы ну цвет вершины k это функция k от v eta это какое-то натуральное число k от v eta это цвет вершины хорошо я предлагаю переставить суммы ну тут есть две суммы хочу их переставить да но давайте я их так давайте я так скажу давайте просуммируем по всем раскраскам значит по всем раскраскам краскам то есть не только тут тут у нас была сумма по всем подможествам и по таким странным раскраскам а я хочу просто по всем раскраскам просуммировать там будут и правильные и неправильные какие угодно значит k по всем раскраскам k xk от v1 xk от сейчас я напишу что это равенство а потом мы поймем почему оно правильное сейчас надо еще его правильно написать и тут тоже сумма по всем ну тут я хочу по таким подможествам ребер что и минус 1 минус 1 в степени количества ребер в этом подможестве значит вот тут ек это такие мы выбираем такие ребра в нашем графе то есть вот нас тут выпал какая-то раскраска мы выбираем такие ребра в нашем графе что оба конца этих ребер покрашены в один цвет ек это для данной раскраски ек это это такие подможества ребер это такие Для данной раскраски К это подножество рёбер, такое, что концы всех рёбер, ну, каждого, да, каждого ребра покрашены в один цвет. Ну, это правда вообще, что это равно этому? Должно быть правды. Значит, что тут? То есть просто если, значит, здесь у нас была такая сумма по всем, то есть какие, что у нас сюда входило? У нас сюда входили только те подграфы, где, в которых, мы же, вот, всё это стёрто уже, но мы же когда определяли вот это вот, а, вот тут написано, что мы компонент только к разности красили в один цвет, да? Ну, то есть все рёбра, которые есть, концы у них у всех покрашены в один цвет. Тут только такие маномчики, только для таких раскрасок, для которых все концы каждого ребра покрашены в один цвет. Ну, я это и требую здесь, чтобы тут были, мы суммируем по всем раскраскам, но не нулевой вклад дают только те маномы, у которых, которые соответствуют раскраске для такого графа, у которого каждый конец покрашен в один цвет. Так что всё нормально. А теперь, хотя и замысловато, а теперь заметим, что, ну как, что если, что, когда, вот что значит, что вот это множество ЕК пусто вообще? Ну, это значит, да, значит, что раскраска правильная, да? Вот если, если такое подножство ребер пустое, то значит, что это раскраска К правильная, значит, ни одно проведены ребра и нет, нет таких ребер, у которых, концы покрашен в один цвет, а значит, что вот эта раскраска правильная, а теперь заметим, что, что происходит, если ЕК не пусто. Значит, если ЕК пусто, то раскраска, да-да, то раскраска правильная. Ну, если ЕК пусто, тогда, тогда там в нём получается чётное количество подмножеств всего, вот, и, ну, соответственно, там как бы единички минус единички взаимно уничтожатся. Да, а если ЕК не пусто, то что тут происходит? Тут же сумма по всем подмножествам, это множество ЕК. И то, у нас есть такая, то-такое, то, заметим. Следующее, что у нас происходит сумма по всем подмножествам, ну, по всем подмножествам какого-то множества, ну, давайте всё-таки сохраним обозначение. ЕК минус 1 в степени, а что значит сумма по всем подмножествам, ну, вот вы знаете такое, что вот такое равенство? Вы знаете, чему это равно? Это равно нулю. А почему? Потому что единица степени 1-ка ещё, наверное. Да, потому что это что такое? Это c из n по нулю, минус c из n по единице, плюс c из n по 2, и так далее. Тут плюс-минус минус 1 в степени n, c из n по n. А это на самом деле 1 минус 1 в степени n. А это 0. Ну, а это же и есть на самом деле? Что такое c из n по k? Это количество подмножеств размера k в множестве из n элементов. это количество подмножеств размера k в множестве из n элементов. ну и более-менее... Вот. И, ну, мы суммируем такое количество подмножеств множество на минус 1 в степени k. Ну, а тут ровно это и написано, да? Когда мы суммируем по всем подмножествам минус 1 в степени количества элементов в подмножествах, в подмножествах, у нас же конечное множество, ну, вот если у нас в этом множестве n элементов, то мы посчитаем, сколько k элементных подмножеств. Ну, их вот столько, минус 1 в этой степени, и вот получается ровно, ровно эта формула с первого курса, не знаю, чего, дискретная математика из школы. Ну, в общем, бином Ньютона. Да. И ничего не понятно, конечно, но мы наказали все. То есть я утверждаю, что это равно просто, точнее, потому что, как, в смысле, вот, тут все написано на этой доске. Это равно сумма по всем, остаются только правильные раскраски. k правильная. Вот это x, ой, x, v1, v, о, господи, x, k от v1 и так далее, x, k от vn. А если бы у нас осталось определение нашего игрека, то это и есть сумма по всем правильным раскраскам таких произведений. Хорошо. Ну, хоть примерно понятно, что произошло. Если у нас игрока пустой, то там получается минус 1 в степени 0. Да. А, ну да, пустой, по-моему. Да, да, если пустой, то минус 1 в степени 0, 1. Но, да, значит, ну не очень просто, немножко технично. Но на самом деле это прикольно. Почему? Потому что, вот смотрите, вот этот наш симметризованный, хроматический. Вот слово симметризованный, да, мы вообще не обсудили. Хроматический, понятно, он как-то мы раскрашиваем. Почему он симметризованный? То есть верно ли, что если мы поменяем, что это, ну, это такой у нас бесконечный ряд. Но давайте обрубим опять, как мы иногда делаем, количество раскрасок. Пусть у нас в этом у-ке c цветов всего, да. Остальные нули. Это будет симметрический многочлен от переменных x1, xc. Ну, если мы, то что такое симметрический многочлен? Это когда мы поменяли две переменные местами. И, значит, давайте вернемся, вернемся к нашему y, да. Вот наш y. Давайте обрубим все после c. Утверждение, что это симметрический многочлен. Это симметрический многочлен от переменных x1 и так далее, xc. Ну, что это значит? Значит, то есть y, g от x... Если мы любые две переменные поменяем местами, то значение многочлен не изменится. То есть y, g от x1, вот тут было xe, xg, xc, дальше нули, Ну, у нас просто раскраски не зависят. Мы можем красить и так, и так. Ну, то есть это просто как бы переставление номеров никак не влияет. Поэтому, конечно, он симметрический. А вот эти многочлены ньютона, опять же, если мы обрубим на c цветов, да, если мы будем рассматривать эти многочлены от x1 и так далее, xc, остальные нули, они, то, что называется, образуют аддитивный базис в пространстве всех симметрических многочленов. Ну, и мы некоторым образом выразили наш y через такие симметрические многочлены. Ну, это имеется в виду, что любой, если мы возьмем любой симметрический многочлен, то это будет многочленом от вот этих полям. То есть, ну, это как, вы, может быть, слышали, такую основная теорема о симметрических многочленах, что... Неважно, я не знаю, почему я сказал аддитивный. Неважно. Потому что многочлены практически. Значит, ну, вот основная теорема о симметрических многочленах говорит, что если у нас есть какой-то симметрический многочлен от n переменных, то он выражается как многочлен от элементарных симметрических многочленов. Может быть, и такое слышали. А, элементарные симметрические многочлены от тех, которые в теореме Виета. Да, такие есть x1 плюс x2 плюс так далее плюс xc, x1, x2 плюс x2, x3. Такие попарные произведения, да? Вот такие из теоремы Виета. Вот любой симметрический выражается как многочлен от таких. Это e1, это e2, это ec. Но в то же время, на самом деле, верно и то, что любой симметрический выражается как многочлен от вот таких p лямбда. И мы наш симметрический тоже через это выразили. Ну хорошо, видимо, надо заканчивать потихонечку. Завтра будет веселей. Ничего не буду доказывать. То есть сегодня я тоже, конечно, немножко вас пообманывал. Но завтра, нет, не было, все строго вообще. Значит, завтра буду меньше доказывать и больше, может быть, что-то такого рассказывать без доказательства. Так что не пугайтесь, может быть, полегче будет.